Тайны предыдущих поколений, что означают символы на украинских банкнотах, фото. Банкноты любой валюты, и любого номинала можно рассматривать достаточно долго, ведь на них изображено множество символов. И это не просто набор каких-либо отметок. Украинская гривна изображает разные исторические эпохи, а еще находится на одном уровне защиты, с ведущими валютами мира. Что скрывают в себе украинские гривны, подробнее разберемся в материале «Стайлер». Одна гривна. На одногривневой купюре изображен князь и креститель Киевской Руси Владимир Великого. Немного позади него, и слева часть миниатюры крещения Десятиной церкви. Это историческое событие, датированное 996 годом, упоминается в Радзивилловской летописи. На оборотной стороне основную часть, занимает изображение Киева, каким он был в X веке. А справа можно увидеть композицию, содержащую военное орудие, крест и другие элементы декора времен Владимира Великого. Две гривны. На этой купюре есть изображение, другого киевского князя Ярослава Мудрого. За ним можно рассмотреть его собственную серебряную монету с гербом. Кроме него, на монете есть надпись, которую Ярослав передал своим сыновьям как мудрость. Она звучит так. «Якще будете жить и влюбов МЖ собою, Бог буде у вас». Обратная сторона банкноты, показывает нам достижение правления Ярослава Мудрого. В частности это Софийский собор и сборник законов, «Руська правда». 5 гривен. На банкноте номиналом 5 гривен есть изображение, выдающегося украинского гетмана Богдана Хмельницкого. За его портретом не изображено никаких миниатюр или творений. Вместо этого можем видеть подпись полководца. Другая сторона гривны, демонстрирует Ильинскую церковь в Субботове. Она была построена как семейная усыпальница Хмельницких. В 1664 гетманская гробница была осквернена. Польский военный деятель Стефан Чернецкий ограбил и жег Субботов. Также на оборотной стороне можно увидеть казацкое оружие и гетманские клейноды. Флаг, булава, бунчук, печать, камышина, духовые трубы, чернильницы, летавры и пушки. 10 гривен. На 10-гривневой купюре изображен портрет другого украинского гетмана Ивана Мазепы. Он был руководителем Левобережной Украины во времена, когда она была разделена. На лицевой стороне, кроме лица гетмана, можно рассмотреть его герб и отрывок из авторского произведения Мазепы Дума. А заврух о чумрти, вольности и баронти, говорится в строчках. На другой же стороне традиционно изображен памятник архитектуры, а именно Успенский собор Киево-Печерской лавры. А еще, композицию с атрибутов жизнедеятельности и творчества Мазепы. Книги, чернильницы и струнный инструмент Тарбан. 20 гривен. На этой купюре изображен человек искусства, и общественной жизни Украины, писатель Иван Франко. Около него мы видим отрывок из собственного произведения. Земле, моя всеплодящая маты. Сили, щов твой живи глибин. Краплю, щов в бою сильнше стояти. Даймен. Эта банкнота отличается от всех предыдущих, наличием оптически сменного элемента защиты. Это стилизованное изображение цветка, цвет которого, меняется при созерцании банкноты с разных сторон. А на оборотной стороне можно увидеть, Львовский оперный театр. Раньше мы показывали, как выглядели первые украинские гривневые банкноты. Смотрите также, какие гривны начинают забирать из оборота.